Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей, а у нас в гостях известный в Рязани человек Валерий Николаевич Шацкий, художественный руководитель Рязанского театра «Кукол» и обладатель еще одной премии. Я вас поздравляю, во-первых. Ой, но это не я. Здравствуйте, дорогие рязанцы. Действительно, наш театр «Кукол», наш вместе с вами театр «Кукол» получил замечательную награду, государственную премию имени Федора Волкова, основателя первого в России театра. Есть такая премия, которая вручается единожды за время существования. Три театра награждаются этой премией ежегодно, без права вторичной награды. Я считаю, что это большая заслуга нашего театра, нашего коллектива. Приятно, что вклад в строительство театрального дела в России так высоко оценен, и это очень приятно. Но мы как бы всегда были во все времена… На хорошем счету. На хорошем счету. У нас была первая и последняя премия пионерской организации всесоюзной. Как раз в этот период мы получили переходящее знамя и лауреатами стали. И было переходящее знамя ВЦСПС, это профсоюзные организации всесоюзной театральной. То есть, замечательно, но приятно, что в это такое сложное время для нашего государства, которое мы переживаем, вот нас так наградили, так высоко оценен труд нашего коллектива. А вот эта награда, она присуждается за какой-то период времени или за какие-то определенные постановки? Как это происходит? Я не знаю, как это происходит, потому что это не моя премия, но как бы в преамбуле там написано «За вклад в дело развития театрального искусства России». Ну, действительно, это, видимо, за какой-то определенный промежуток времени. Летом гораздо больше времени будет у малышей, чтобы посетить самые различные места. Театр кукол – одно из любимых мест. Как вы будете работать? Будет ли что-то? Ну, во-первых, это не только театр кукол, не только любимый малышами летом. Как правило, посещаем это осенью, зимой и весной. А лето – это такой межсезонье, период отпусков, и все отдыхают от всего. Наоборот, детям надо на природу летом набраться сил для того, чтобы прийти, потом вернуться в наш город, чтобы жить в наших домах, надышаться свежим воздухом, накупаться в речке. Но, тем не менее, театр, конечно же, до отпуска еще работает, вовсю причем, и он ставит новые постановки. Сейчас мы вместе с болгарской группой работаем над спектаклем «Большое путешествие маленького крокодильчика». И 12 июня состоится как бы такая премьер-показ этого спектакля. Кроме этого, мы работаем и в регион нашем, и по области группа выезжает. Плюс ко всему, сейчас мы поедем в июне месяце в Липецк на фестиваль, посвященный юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова, со спектаклем «Демон». Кроме этого, мы съездили в Оренбург с этим же спектаклем, были в Иваново с нашим детским спектаклем. То есть, сейчас работа кипит вовсю, и для детей, и для взрослых. Кроме этого, мы приняли участие впервые в Рязанские театры, из Рязанских театров стали номинантами «Золотой маски», с успехом и с большим прошел спектакль в Москве. То есть, жизнь полна, полна, кипит, кипит. Я уже принял участие в двух жюри, был председателем в Белоруссии Гродненского фестиваля «Ляльки над Неманом». Сейчас, вот еду смотреть студентов, съездил в Екатеринбург, молодежку, молодую поросль кукольников посмотрел. И как она, кстати? Вот сразу спрашиваю. Мне очень понравился Екатеринбургский выпуск, там замечательные ребятишки, которые умеют по-настоящему работать и с куклой, и умеют то, что очень важно в театре кукол, фантазировать. Умеют работать в коллективе, умеют работать с партнером, очень чувствуют локоть. Это такой тесный, сплоченный коллектив, который, ну, замечательные ребятки. Одного из них, а может даже двух, второй просится, но они еще не знаем, как мы возьмем или нет. Ну, вот сейчас поеду в Ярославль, посмотрю студентов, буду оценивать. А что меняется? Вот мы когда с вами в последний раз встречались для съемок программы, мы посмотрели куклы, которые очень похожи на людей, они практически живые, они могут двигаться. И вот в полумраке, в определенном освещении можно их принять за человека. То есть, немножко жутковато, но очень интересно. Что еще поменялось? Вот что-то подобное видите у себя, будете пробовать? Ну, как вам сказать? Кукла всегда с некой стороны как бы мистическое существо. Она в мифологии, в мистике, в разных религиях, народах, мифологии, она занимает очень большое место, даже в философии. Я уже много раз об этом говорил, как отражение такой земной жизни, некая персонификация, обобщение земной жизни и перенос жизни живого человека в эту, казалось бы, мертвую. Мы даем им имена, придумываем какой у них характер, шьем платьица, конечно. А как же? Но не случайно, допустим, обрядовая многие куклы в России и в Японии, они делаются как бы безликими. Потому что если ты нарисуешь лицо, и оно будет на кого-то похоже, то эта часть твоей души перейдет в эту куклу. Вот. Наверное, и не случайно, что когда актер берет куклу в руки, кукла, созданная художником, у нее свой характер, свое как бы внешний образ, построение, артикуляции. И когда он начинает работать, через некоторое время он становится внешне похож на эту куклу. Это хороший актер. Акцент появляется кукольный акцент. Да, но не у актера появляется кукольный акцент, а кукла вдруг начинает говорить так, как говорит кукла. А актер говорит ее артикуляцией. Вот ведь какая штука. То есть как бы перетекание внутреннее происходит. Кукла диктует человеку, человек пытается диктовать кукли. А кто побеждает? Побеждает театральный образ. Вот. Если он создается хорошим. А у нас очень хорошие актеры, замечательные актеры и старшего поколения, и молодые. Приходит молодежь? Да. Сейчас вот мы пригласили несколько человечков, и надеюсь, что в новом сезоне попробуем их сразу показать в спектакле «Кошкин дом», где надо и петь, и двигаться, и хорошо работать и с тростевой, и со штоковой куклой. Я надеюсь, что она себя в какой-то степени проявит и уже покажет, на что она способна. Так же, как, допустим, когда-то уже молодой Вася Уточкин, один из самых молодых наших артистов, сейчас, в общем-то, один из признанных таких авторитетов, лидеров вообще кукольных актеров России. Его работа Раскольникова, замечательная работа и роль Медведя в спектакле «Лиса и Медведь». То есть, ну, такой, надеюсь, что и всех ждет будущее, потому что мы-то ведь все-таки стареем, происходит смена поколений, ну, а как же, театр – дело молодых. Вы прислушиваетесь к маленьким? Ведь этот маленький, допустим, возраст, ему свойственно познание мира, А он, когда познает, ему хочется сразу же поделиться впечатлением со своим либо ближним, либо с родителем, с кем-то еще, чтобы понять, соотнести свое восприятие с авторитетным восприятием. И поэтому он постоянно в разговоре, там он спрашивает, ты увидел что-то? Ой, мама, а что это? Ой, папа, а что такое? А почему вот это так? То есть, ему интересно понять и выстроить свою. Это вот за что я и люблю театр «Кукол», потому что он именно первый встречается с зрителем, и он способен воспитать в человеке самые добрые, самые лучшие человеческие качества. А наш театр всегда занимался именно этим, старался привить самые добрые, самые мудрые человеческие качества, чтобы человек рос настоящим человеком, с большой буквы, уважительно относился к своим близким, к родителям, окружающему миру. То есть, он жил, приближаясь в своем развитии к божественному, потому что Бог создал человека по образу и подобию свою. Есть разница. Кто-то эту разницу увеличивает, а кто-то пытается сократить. И театр помогает сократить вот эту разницу, воспитывая в нем самые добрые человеческие начала. Спасибо вам большое. Было очень приятно с вами встретиться еще раз. Я вам желаю творческих побед и успехов, желаю хороших зрителей, маленьких и больших. А нашим телезрителям я напоминаю, это была программа подробностей. Увидимся в эфире. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова